всем привет привет помашите рукой пожалуйста нам чтобы мы вас увидели и теперь опустите руки пожалуйста и поднимите руки кто программирует на котлен вот у нас целая аудитория котленистов и это очень хорошо у нас сегодня очень классный доклад от ивана подомарева наверное можно представить тебя как преподавателя физ тех я человека который будет нам рассказывать про dsl у нас вообще очень интересная история dsl я тебе скажу на прошлых на прошлых джокерах джипоинтах мы очень долго пытались отобрать нормальный доклад по dsl и так и не отобрали вот и слава богу ты появился в нашем в нашем в нашем круге и наконец-то мы тебя пригласили рассказать про dsl это это прям чудесно скажи пожалуйста будет ли наконец-то самый главный вопрос про gsr-223 что-нибудь будет про запуск dsl скриптинг языков из java у нас есть для этого отдельный доклад завтра а так как времени мало то я решил полностью это опустить супер потому что мы задавали всем этот вопрос и он никак нормально никто не мог ответить на эту проблему я тоже не буду отвечать на него у нас для этого есть отдельный доклад да хорошо кстати у нас по котлену всего два доклада один из них твой так что надеюсь все будет хорошо мы также напоминаем что вот здесь есть qr-код пожалуйста отсканируйте его тут можно задавать вопросы мы их попробуем обсудить дискуссионной зоне и может быть в конце доклада если останется время и также вы сможете оценить доклад очень важен ваш фидбэк пожалуйста обязательно оставьте его что иван поехали спасибо спасибо большое спасибо всем кто пришел предпочел на поговорить о котлене против spring gdbc меня зовут иван пономарёв я java и котлен разработчик много-много лет я преподаю на афистике в россии также преподаю в других университетах в других странах и сегодня да сегодня я хотел бы поговорить про котлен dsl и я знаю что доклады про котлен dsl уже были и много и я думаю что многие взят как бы представляют от гораздо более как сказать респектабельных докладчиков создателей самого котлена поэтому давайте сформируем ожидания значит мы в этом докладе поговорим о вообще месте котлен dsl среди других альтернативных вариантов потому что dsl ведь можно не только в котлене создавать посмотрим несколько примеров задач решаемость котлен dsl потому что котлен dsl у вас уже есть кодовой базе а что же с ним делать какие задачи можно решить вот на этом я бы хотел сделать основной фокус ну и в заключении поговорить о неких продвинутых вопросах dsl строения о которых может быть еще не на всех докладах было в этом докладе не будет рассказа про то как написать лямбду с ресивером предполагается что вы либо это уже знаете послушали соответствующие доклады либо вы поймете просто это из контекста но я дам ссылки на другие доклады прекрасных докладчиков поэтому если для вас эту новинку вы как бы не останетесь не не проинформированными про это так сначала немножко теории значит ну вообще на тему dsl есть такой вот талмуд большой толстый кирпич написанный мартином фаулером с авторстве domain specific languages там он теоретизирует какие вообще бывают dsl и вот их бывает много всяких и dsl котлен dsl он занимает маленькую нишу на самом деле первых они делятся на внешние внутренние внешние это те которые специальный какой-то язык программирования общего назначения не используют для себя и самая первая категория это языки разработаны прям с нуля специально под какую-то задачу у меня здесь есть несколько примеров но так как у нас безжалостно тикает время я не буду останавливаться какие-то примеры может быть вам знакомые нод граф вис например и plant email кроме того к внешним dsl у нас безусловно относятся те которые основаны на языках разметки каких у нас в нашей практике основных три джейсон ямл и xml и здесь конечно вся инфраструктура как код в этой категории лежит там все ямл ямл разработчики там целая конференция devops вот это все вот эти вот языки ну и джейсон и xml замечательный замечательно с инжинирии на xml но не модный меньше нынче он тоже относится к этим к этой разновидности внешних domain specific languages а что про внутренние dsl для внутренних dsl нужен какой-то язык программирования языки программирования делится как известно на динамически типизированные статически типизированные и вот динамически типизированные вообще исторически первым наверное был лист в этом плане и у него было много всяких dsl прославились на этой на этой почве также ruby и груви я думаю груви кто знает груви все знают груви да и все пользователи написали грейдл dsl jenkins файл dsl очень многие вот но это немножко не такой dsl он дайнамик ли тайп а статически типизированных языков вот я специально гуглил когда готовился спрашивал чат гпт как проводил какие-то исследования я нашел не так много примеров и смотрите набор языков то каков скала хаскель и котлин кажется котлин единственный такой более-менее как общего назначения широко применяемый язык в этой троице и он доста в этом смысле он достаточно уникален то есть язык такой с большим количеством парадигм язык рассчитанный на широкую аудиторию и при этом еще и позволяющий строить внутренние языки и при этом статически типизированы в отличие от груви или руби об этом это важно плюсы минусы но синтаксические ограничения понятно что если мы дизайнеем с нуля язык то мы делаем все что угодно с ним если мы используем динамические языки такие как груви у нас есть некоторые синтаксические ограничения но какого принципа каждая открытая скобка должна закрываться правильно а все остальное мы делаем как хотим потому что там в том же груви любое написанное слово можно захендить определенным образом и решить что она обретет какой-то смысл в рантайме это на самом деле очень мощная штука и поэтому там достаточно слабые синтаксические ограничения если мы пишем yaml dsl это должен быть yaml если xml dsl должен быть xml поэтому здесь уже все становится более зажатым и конечно на более зажатый вариант это статически типизированные языки потому что мы зажаты не только синтаксисом но и проверкой типов но и тем фактом что любое слово которое мы использовали оно где-то должно быть определено в контексте выше никаких фокусов с расшифровкой на лету и здесь кажется kotlin dsl сильно проигрывает но он выигрывает другом поддержки идея я сразу прокручу эти слайды чтобы стало понятно что здесь ситуация прямо противоположная потому что если вы задизайнили только что ваш собственный dsl с нуля написали свой компилятор идея никакая про это не знает пишите как бы сами плагин к вашей ну к любимой идее или сразу ко всем для динамических языков довольно редиментарная поддержка идея может сделать очень мало чего потому что только в рантайме мы знаем что там как для джейсон ямл xml все хорошо у нас есть джейсон схема у нас есть xml схемы и все хорошие уважающие себя идея умеют эти схемы с этими схемами работать предлагать вам контекстные подсказки валидировать и так далее поэтому этот ну такой достаточно хороший саппорт но и для статически типизированных языков ну тут все понятно вот kotlin специальный язык сделанный по dde специально сделанный под язык здесь поддержка действительно очень хорошая полная и самое главное ничего не надо писать вы уже пишете на kotlin и для kotlin у вас есть и de замечательно да сравните с design from scratch где вам придется писать плагин к de самостоятельно есть еще другие соображения соображение безопасности и здесь пожалуй тоже internal dsl проигрывают потому что все таки это исполняемый код и если мы собираемся из интернета от какого-то непроверенного источника брать эти dsl и как-то интерпретировать то надо проверять осторожность или вовсе от этой идеи отказаться в пользу какого-нибудь ямла или xml которые не исполняемый код но тут нужно сделать оговорку что на самом деле вы никогда полной безопасности не будете я очень рекомендую доклады сергея васильева про уязвимости xml парсинга или погуглите там статью в википедии billion loves attack про ямл суть в том что злоумышленник может придумать вам плохой ямл или плохой xml который взорвет ваш парсер и устроит вам dos атаку поэтому как бы нет никого в безопасности на самом деле окей подводя итог вот этому введению да получается что kotlin dsl у нас относятся к классу внутренних dsl на основе статических языков программирования у этого подхода есть как преимущества так и недостатки выбор за вами на самом деле за вами решайте сами в некоторых случаях ямл является более предпочтительным каким-то подходом ну и конечно там язык sql не мог быть иначе создан кроме как дизайн from scratch dsl ну допустим выбрали мы поняли осознанно пошли на то что нам dsl и писать на котлине как их писать вот тут вот я быстренько про промелькаю слайды с хорошими референсами кто любит читать книжки рекомендую эту книжку там есть целая глава рекомендую дождаться следующего издания правда есть классический доклад ивана осипова и статьи его статья его переведенные на английский на русский как вам больше нравится довольно старый но не потерявший актуальности значит про как kotlin dsl писать и есть замечательные лайв кодинги антона архипова на эту тему в общем опять же выбирайте смотрите можете довольно быстро это все освоить мы это промотаем мимо не могу правда не соблюсти традицию показывать вот эту таблицу которая говорит какие возможности языка котлина у нас используется для построения dsl всего порядка десятка но самый главный вот этот вот выделенный внизу там лямбдовый ресивер то есть научившись писать лямбду с ресивером вы по сути дела научитесь dsl подобное что-то писать давайте больше где мы сразу перейдем значит эта дема не из головы выдуманная на самом деле я сейчас работаю над проектом и очень очень упрощенном варианте как бы можно сказать что это показывает тут реальную проблему с которой мы столкнулись и как мы ее решали предметная область у нас следующие мы пишем про продукт который трансформирует данные соответственно он применяет некий набор трансформации к данным но он сам решает какие трансформации при при применить и тут много евристик да то есть у нас есть условия какие-то у нас есть трансформации правило что если какое-то условие выполняется то как бы правило запускается как мы пишем чем мы начинаем обычно мы начинаем вот с такого вот кода и что-то то делай то то и в что-то то делай то то значит этот код уже не такой плохой как мы видим тут вот эти condition one met condition to met уже выделены функции замечательно обычно мы начинаем с того что все перемешано condition и код все в одном месте значит это как бы уже не не разглядеть тут уже такой причесанный код вот и на самом деле у такого подхода это что ну тоже можно сказать dsl ну как вот код задающий правила код задающий нашу бизнес логику а значит у него тоже есть преимущества неиспоримые первое из них это то что его можно пошагово отлаживать напомним это здесь целями так не выйдет там другие подходы потом мы можем их тестировать с оглядкой на каверидж то есть действительно посмотреть что мы во все ивчики зашли но это конечно позитивные моменты но негативные они самоочевидны когда все это распухает превращается в настоящий такой для большую юристику это все становится трудно читаемым и трудно поддерживаем если код становится трудно читаемым что мы приделаем применяем паттерны проектирования if мы заменяем обычно паттерном проектирование стратегия и значит мы беремся за юмей начинаем рисовать юмей ну значит чего там уж юмей рисовать давайте код посмотрим вот у нас есть класс rule который в себе содержит поля condition и transformation вот у нас есть класс condition которого имеет метод мет значит то есть сработала она или не сработала да и у нас еще есть класс transformation у которого есть метод просто ран то есть мы его просто запускаем этот самый transformation и значит мы превращаем это все в классы и значит получается вот такой вот какой-то код у нас то есть мы конструируем условия рулы трансформации и смотрите вопрос выполнения всей этой бизнес логики он превращается в однострочник просканируй рулы найди первый который сработал и запусти трансформацию если не нашелся то трансформацию не запускает какое здесь преимущество во первых этот однострочник однозначно в нем нет никаких ошибок ну то есть мы просто прям видим его то есть можем понять вот значит здесь это еще не dsl заметим это можно и на джаве написать между прочим технически но правда там будут new 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 то есть в этом смысле уже краткость котлина нам начинает помогать этот еще обжиг то используется этот condition 2 это вообще объект поэтому у него и скобок даже нет то есть уже краткость котлина помогает но просто заменив ифы на паттерн стратегии мы уже начинаем выигрывать я тут сделал еще одну штуку если мы посмотрим на емель диаграмму видите они все наследуются от элемента и там вот есть вот visit метод это за дело еще под один паттерн под visitor который нам позволяет их все обойти вот значит если мы посмотрим как устроен например рул у него есть визит и он говорит сходи пожалуйста в кондишен сходи в transformation и значит зайди в себя а вот если у нас есть киндис кондишены какой-нибудь вот байнари кондишен который состоит and или or тоже visitor работает зайди в левый оперант в правый оперант и в себя зайди то есть здесь есть некоторый задел под паттерн visitor и он неспроста мы сейчас об этом поговорим очень сильно итак мы получили лучший вариант но мы же котлен разработчики поэтому мы можем написать еще лучше вот этот вот код собственно dsl кт это реализация надо как бы вот на dsl то есть мы переписали наш api теперь вот функция rules она как раз себя принимает lambdas ресивером значит вот это вот все у нас создаются некие объекты здесь метод and и метод or это инфиксные инфиксные методы расширения метод инвокс это тоже инфиксный метод расширения и предполагает что такой код мы даже можем и эксперту предметной области показать каком-нибудь не программисту и он может даже что-то и посоветует глядя глядя на такой код и и выполнение его оно по-прежнему ура ура в одну строчку делается то есть если мы посмотрим на execution вот она эта строчка и она очень хороша вот ну на этом можно было доклад закончить но тут есть ряд практических вопросов и на самом деле упущенных возможностей я бы сказал все-таки получив вот такую вот возможность писать этот код мы потеряли одну важную вещь это пошаговую отладку и кавередж и прочие вещи вот и как-то чем-то надо компенсировать какие же у нас есть возможности для компенсации на самом деле их достаточно много ну во первых это первое что люблю делать с любым dsl в принципе и вам советую это визуализировать его то есть превратить некий граф который легко глазами проверить значит смотрите есть у меня помимо вот этого экзекьюшена значит это есть еще другой модуль который называется visualization и так как у нас каждый ну все эти элементы dsl они используют pattern visitor то соответственно этот код визуализации он полностью отвязан от от нашего билдера dsl builder то здесь можно любую ерунду написать вот здесь например мы делаем что классическая реализация visitor а мы идем по элементику и в зависимости от его типа вводим какой-то другой код что это за код это код на языке dot graph is кто знает graph is отлично как здорово что столько людей знает на граф но кто не знает самое время узнать смотрите давайте запустим его ран значит смотреть что что произошло используя visitor pattern и нашу объектную модель dsl в памяти которая уже один раз написано мы его по сути дела один dsl транспилировали в другой dsl данном случае это graph is и уже graph is мы можем превращать вот такие красивые картинки svg-шечки или png-шечки и здесь все наши хитросплетения condition of и transformation of сразу видны очень хорошо и это прям замечательный подход на мой взгляд если у вас есть где-то какая-то объектная модель чего-то визуализировать ее в виде граф виза легко и приятно да граф из надо изучить как язык потому что видите здесь какой-то язык но он простой на самом деле и я очень советую этим пользоваться и это помогает визуализация всегда помогает окей хорошо сделали такую штуку что еще можно и нужно бывает сделать у нас там pattern visitor значит мы можем еще написать визиторов разных и вот второй визитор документейшн кт значит что он делает опять какая-то штука у нас происходит и так где 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 у нас тоже какие-то println но тут попроще код но тоже он какой-то текст выводит значит давайте запустим посмотрим что это за текст получается что за транспиляция куда значит это у нас аске доктор кто аске доктор знает поменьше чем граф виз надо же вот значит аске доктор ну маркдаун то все знают язык вот можно если вкратце сказать то аске доктор это маркдаун на максималках ну то есть маркдаун на самом деле рядом не валялся по если сравнивать возможности маски доктор и маркдаун аске доктор настоящий серьезный язык для создания документации документирования и вот я сейчас пропущу просто есть там специальные де или плагины к де вот наш код который сгенерировался из нашего dsl а справа вы видите красивенький html чик и он простенький то есть там просто написано transformation a activated by там какие-то ту стринги значит предпредставление кондишенов на самом деле если наши наши наш dsl снабдить специальными полями документирующими да почему это происходит зачем то мы получаем ну свой собственный java док если угодно да то есть мы можем транспилировать вас к доктор аске доктор с транспилировать в pdf html в word во что угодно добавить свои стили и построить документацию вот как раз в проекте над которым я работаю сейчас у нас есть большой шмат документации который построен который не пишет кто-то а он автоматически генерируется из dsl выкручивая все нужные метаданные все нужные связи гиперссылки документирующие поля красиво все это разрисовывает и чем это хорошо у вас документация никогда не отстанет от вашего кода вы поменяли структуру вашего вашего кода у вас поменялась документация автоматически кого заинтересовала эта идея я очень рекомендую доклады серия докладов николая поташникова на джуговских конференциях уверен что доступное видео сейчас вот докопс шоссе к актуальной документации dsl конструкции закокотли на архитектуру к код он там показывает всякие хитрые вещи которые можно делать ну вот как в докопсе в плане документирования и на самом деле написание классной качественной документации которая вечно up-to-date это не должно быть какая-то болезненная штука если применить инженерный подход то это очень даже здорово и ну приводит классным классным результатом следующий момент сериализация значит мы уже можем как бы понимаешь мы можем трансформировать во что угодно и практически бесплатно да любой объект мы можем трансформировать в ямл или джейсон но тут все мы из джава мира мы знаем что такое джексон лайбрери и поэтому значит настроив обжект маппер соответствующим образом и натравив его на наш набор рулов мы внезапно получаем ямл который соответствует нашему dsl и опа что получается оказывается сделав kotlin dsl мы еще бесплатно в придачу получили ямл dsl я тут немножко лукавлю конечно потому что на практике всякие сложные гиперссылки всякие частности там приходится писать ну обмазывать все аннотациями писать какие-то вещи для обжект маппера какие-то хелперы для сериализации то есть это не совсем бесплатно но это возможно и если по какой-то причине вы хотите иметь два две разновидности dsl это здорово второе и это вот то тоже что на практике мы применяем если вы пишете какой-то юзер интерфейс который должен визуализировать front-end им нужен джейсон им нужно получить джейсон чтобы построить там какие-то или вы projectional editor projectional editor это тоже термин из фаулера из книги фаулера это редактор dsl при помощи элементов управления экранных вот там вам тоже надо фрагментики вашего dsl яблами я не яблами господи джейсонами передавать на front-end и вот в этом смысле возможность сериализовать ваш код она бесценна попробуйте сериализуйте набор ифов из самого первого примера ничего не выйдет вот здесь просто бесплатно вы получили вот вот такой вот результат давайте попристальнее поглядим у нас 20 минут осталось у нас остается время давайте попристальнее поглядим на вот этот вот код и подумаем значит а нет ли в нем ошибки ну то есть можно поглядеть конечно на этот код можно поглядеть на визуализацию его и можете сказать как про какую ошибку ты говоришь тут какие-то абстрактные condition transformation и мы вообще не понимаем что это но на самом деле уже сейчас логически можно подумать а не закралась ли здесь беда какая-то беда вот может быть какая смотрите у нас же как работает у нас мы condition и проверяем один за другим когда какой-то сработал мы запускаем соответствующий transformation так вот каждое правило оно для чего-то написано это какой-то какая-то евристика да из предметной области соответственно каждое правило мы до чего-то написали мы хотели бы чтобы оно выполнялось но вот посмотрите здесь вот на ситуацию на на девятнадцатую строчку кода значит смотрите чтобы она выполнилась надо по крайней мере чтобы это было true правильно а вот но если вот это вот true и condition for например true тогда выполнится шестнадцатая строчка а если у нас condition 1 true и condition for false у condition for же ведь всего два варианта да то тогда выполнится восемнадцатая строчка и как ни крути набор вот этих вот кондишенов мы до девятнадцатой строчки не дойдем то есть у нас в нашем наборе вот этих вот рулов dsl рулов внутреннее логическое противоречие которое на первой такой незащищенный взгляд и нет не так-то трудно не так-то легко и найти и в общем человек то его не найдет но человек не найдет но его найдет автомат правильно поэтому мы можем сделать следующее мы можем породить вот sequence например комбинации комбинации множество выполняющихся условий и здесь понятно что если условия у нас n то комбинации 2 в степени n но экспоненциальный роль рост пусть тут не смущает если их там разумное количество пара дюжин вполне все справится все пересчитает перечислят и мы можем написать тест смотрите какой значит sanity тест это юнит тест на dsl который dsl выполняет как код а он проверяет модель как бы sanity самой модели созданные при помощи dsl и вот здесь вот например есть такой no rules unreachable то есть как он работает мы смотрим по всем возможным комбинациям кондишенов как как они происходят значит ну давайте запущу пока он будет там раскочегариваться значит мы собираем как бы сет тех рулов которые хоть раз работали и потом мы проверяем что вот unreachable rules вообще-то говоря должен быть пустым и вот видите ну тут вывод вывод чтобы найти что к чему и вот например the following rules are unreachable и вот здесь вот opa to string соответствующего рула и это на самом деле становится бесценной штукой по мере расрастания вашей кодовой базы dsl и этот пример который я вам тут привел он является там базовым самым простым что приходит на ум естественно ваш только вы знаете вашу предметную область только вы знаете какие еще логические свойства надо здесь проверять а проверки могут быть достаточно сложные то есть мы например у нас там есть полдюжины тестов на это дело мы проверяем что если какой-то condition сработал то reachable должно быть какой-то subset rule of и так далее то есть вы сами знаете вы сами это можете написать и вас же вы же сами себя потом похвалите когда очередное да эксперт предметной области что-то там вложит ваш какую-то эвристику ваш dsl и опа оказывается что оно не работает то есть это есть ну как сказать некая компенсация за то что у вас нет обычного тестирования обычного кавериджа и обычной пошаговой отладки да и мы здесь тестируем саму модель а не результат ее интерпретации тоже понятно то есть это быстрый тест то есть мы не запускаем сами вычисления самих кондишенов это отдельная может быть долгая история естественно мы не запускаем сами трансформации мы здесь проверяем только и исключительно модель итак подводя итог второй части моего доклада я могу сказать что один исходник может быть использован вот вам шесть примеров да шесть примеров шесть задач шесть аспектов которые могут быть решены при помощи одного файлика короткого с dsl в вашей программе может быть вы найдете еще какие-то в вашей практике это вот те которые которые я видел и использовал сам сам one source to rule them all действительно но теперь вот за оставшееся время давайте поговорим про некоторые продвинутые вопросы dsl строения значит начнем вот с чего у нас всем знакомо кто писал там на груви скрипты когда-то на грейдли а теперь перелез на kotlin dsl что вот затаскивание затаскивание зависимости в груве грейдл dsl оно выглядело как сверху а сейчас у нас зависимости выглядит как снизу и тут больше всякого шума визуального да то есть тут скобки какие-то появляются и как-то вроде как бы скобки это нехорошо у меня есть другой пример сейчас я его покажу значит вот тут у меня такой dsl который строит программу конференции вот у него тоже есть билдер там тоже лямбда с ресивером все понятно и вот смотрите вот здесь вот скобки я хотелось бы убрать вот сделать как сделайте нам как в груве пожалуйста не получается ну инфиксная функция там заведи ее как инфиксная функция она уже инфиксная и это к сожалению это ограничение это ограничение языка kotlin вот ничего с этим не поделаешь инфиксной функции нужен ресивер и вот this talk пишем приложение сработает а вот так к сожалению не сработает это синтаксис значит можно ли как-то что-то с этим сделать ну первое можно смириться так же как вот теперь в грейдл dsl отфу ты господи в kotlin dsl для груви для для грейдла мы пишем эти самые скобки либо можно не смириться и вспомнить про то что на самом деле в kotlin можно переопределять операторы и можно решить вопрос таким вот образом то есть unary plus как и unary minus они переопределяются и поэтому их можно сделать частью нашего dsl и тогда наш код начинает выглядеть каким-то таким вот образом вот так вот раз удаляем здесь раз удаляем становится как бы чище как бы чище но непонятнее вот и я просто показываю этот фокус потому что я его видел там много где вот тоже николай поташников про это рассказывал значит хорошая это практика или плохая практика решать вам мне кажется тут еще не устоялась история потому что нам бы хотелось конечно иметь разметку то есть что именно где тут где тут имя конференции а где тут имя спикера вот и поэтому как бы переопределять плюсики если все абсолютно понятно наверное это хорошо это будет у вас более чистый код но если у вас их несколько наверное лучше так не делать или там решить что плюсик плюсик это только для чего-то вполне конкретного следующая история это история про dsl-маркер кто знает про dsl-маркер не все а хотя все подымали руки про котлин и это очень важно да что я как бы его напомнил хотя обычно про него во всех вводных во всех вводных значит рассказывают так значит давайте я вот его сейчас удалю вот удалю dsl-маркер сниму и значит посмотрим теперь другое там в следующей версии нашего dsl более расширенная у нас теперь есть спикеры значит и так а вот вот здесь у меня нет dsl-маркер а вот да нет на самом деле вот тут тоже можно показать значит смотрите вот мы можем написать вот так вот толк и здесь какой-нибудь саб толк вот то есть что сейчас у нас произошло да или мы можем его тоже здесь скопировать и вставить вот так вот с точки зрения синтаксиса языка kotlin у нас параметром значит вот этой вот функции delivered by является лямбда с ресивером у которой ресивер это спикер с билдер то есть здесь мы можем спикеров перечислять вот здесь вот например спикера у нас нет вот я пишу спикер он мне suspend предлагает а спикер он мне не предлагает а вот уровнем выше так как у нас еще фигурной скобкой выше есть conference билдер в котором доклады определены получается что он доступен как здесь так и уровнем ниже и получается что у нас может быть доклад внутри доклада но так же не бывает мы хотим это дело запретить и специально для этого то есть хотя с точки зрения семантики да лямбда с ресивером вполне себе нормальная история ну еще одну функцию вызвали внутри лямбда что мы не можем что ли вот специально для для этого сделан такой волшебный dsl маркер аннотация то есть она используется следующим образом мы из этой dsl аннотации делаем свою аннотацию которую мы говорим что это вот conference dsl и каждый билдер класс размечаем этой аннотацией после того как я раскомментировал этот пример уже код не компилируется у меня уже внутренних толков нету это сделано специально для того чтобы почище более более жесткие были наши правила на на наш dsl если здесь ты хочешь докладов вложенных то пожалуйста определяй их явным образом в спикерс билдер ну или там в каком-то вложенном билдере это не все значит товарищи из jetbrains говорят что dsl маркер также прочитывается идейкой и дает лучший экспириенс для редактирования ваших dsl правда что за экспириенс они пока не раскрывают вроде это недокументированная какая-то история но идея такая что в принципе если вы делаете Kotlin dsl любой с вложенными не с вложенными не забывайте ставить значит dsl аннотацию и dsl маркер аннотацию и в общем код ваш будет лучше редактироваться идеей у вас будет все чище и шелковистее вот поэтому это хорошая практика про нее не забывайте никогда имеет смысл просто по умолчанию использовать dsl маркер всегда следующий большой и болезненный может какой-то пример это кросс ссылки значит вот вот тут вот уже посложнее да следующий наш наш пример давайте я тут верну dsl маркер на место значит вот так получается что один человек вообще-то может и два доклада подготовить ну сейчас редко конечно ну или скажем на докладе поучаствовать как спикер и как эксперт и как нам теперь показать что это одна и та же сущность и на самом деле в языке Kotlin сделать это можно единственным способом определив так что я показываю я вперед гоню какой бай я хотел показать вот этот вот пример значит вот у нас же есть такой докладчик Иван Пономарев он докладывает сейчас этот доклад а завтра мы как раз будем говорить про то как этот dsl запускать из вашего кода но я там буду экспертом но надо как-то показать что сущность одна поэтому мы определяем переменную пишем вал ip равно бла-бла-бла и это некрасиво с точки зрения dsl строения это выглядит как кусок императивного кода но опять же с этим ничего не поделаешь этим этого полно как бы я вижу в грейдл в разросшихся каких-то грейдл файлах когда мы определяем это дело делаем равно вот и в общем то здесь ну остается только пожаловаться что ли на судьбу с одной стороны но с другой стороны как бы вот в груве например ты можешь написать там допустить что вот в этом контексте ты определяешь докладчика просто спикер и его айдишник тут же и сохраняется и присваивается какой-то переменной или какой-то property который динамически создастся и можно его использовать ниже ниже по тексту более красиво менее похоже на императивный код но это цена которую мы платим за статическую типизацию за то что язык статический но есть один фокус который я хочу показать который немножечко немножечко нам добавляет что ли динамичности в это дело и немножечко позволяет код таким более элегантным сделать и более более крутым более cool на самом деле посмотрите на этот пример вот смотрите у нас тут вал вал айпи бай спикер вал айн бай спикер вал гк бай спикер кто знает код катлинисты что такое бай у нас это да кричите да делегирование делегирование отлично значит этот фокус на самом деле то есть я не знаю задумывалось так или нет наверное нет но достаточно часто я в деселях встречаю вот такой вот фокус с делегированием для переменной который мы хотим использовать ниже по тексту значит что это такое если я сейчас control кликну на спикера то я значит вот получу такую реализацию делегата read-only property это значит такой функциональный интерфейс можно сказать и здесь собственно вот лямбда который вычисляет ничего сложного нету мы просто вызываем нашего спикера вернее вызываем конструктор спикера да вот но смотрите помимо имени и компании мы сюда еще передаем вот it а что такое у нас it а it смотрите это имя свойства которые мы определили то есть если я сейчас запущу вот этот вот пример вот прям вот буквально запущу его и посмотрим что у нас что у нас конструируется какое какие объекты в памяти получится так давай значит мы видим что айди спикера александр нозик а n но мы нигде этот айди явным образом в кавычках как строчку не задавали то есть реализуя вот такое объявление переменной через делегат мы можем захватывать имя этой переменной и использовать ее для инициализации объекта иногда это бывает полезно если вот мы хотим использовать допустим имя переменной как айдишник который потом пойдет в базу данных или еще какой-то хендл какой-то лейбл для того чтобы по нему потом доставать эту сущность откуда-то вот то есть ну не ахти что да опять же по сравнению с тем же груви но зато у нас статический язык программирования полная поддержка идеи и прочие и прочие плюшки вот на этом пожалуй да у меня был еще один пример но я его благоразумно пропустил можем потом поговорить про соединение DSL и какого-то императивного кода значит давайте я буду заканчивать значит во-первых у нас есть вдохновляющие примеры ну во-первых грейдл у нас есть фреймворк по которому был доклад на онлайн части общие выводы значит DSL в сочетании с дизайн паттернами дает нам мощный инструмент для решения множества задач вот главный take away который я бы хотел рассказать one source to rule them all то есть у вас один файлик и из него разрастается множество решений внутри вашего приложения создавать DSL не страшно если хотите прям сегодня можете почитать что-то про DSL и улучшить существующие внутренние API сделать DSL подобными внутренний DSL Kotlin как я уже говорил не единственный способ реализации DSL Kotlin не единственный язык на котором DSL можно писать и у Kotlin есть и сильные стороны и слабые стороны но сильные стороны во многих ситуациях перевешивают и в общем выбор за вами но конечно это должен быть Kotlin спасибо вам большое за внимание есть код и слайды можете туда переходить так ну чуть-чуть менее жидкие аплодисменты пожалуйста давайте все-таки поблагодарим спикера да Иван спасибо огромное очень классный доклад у меня одно техническое и одно не техническое замечание так значит техническое замечание меня стриггерило честно про сериализацию то есть вроде говорим про Kotlin но почему-то Джексон а где же Kotlin и стерилизейшн где же наш самый свет наш солнышко самая важная и удобная классная штука как можно Kotlin и Джексон одновременно произносить я сейчас пойду в свою компанию скажу как так можно потому что мы-то как раз на Джексоне все переписываем на Kotlin и стерилизейшн решает все проблемы прям лучшим механизмом вроде там были какие-то проблемы потому что мы же не с потолка это принимали решение идеально просто не могу ничего сказать просто очень хорошо молодцы что это делают и второе я уже не в Huawei работаю я в компании Positive Technologies вот на слайдах все еще был там а окей буквально смена ровно за неделю произошла поздравляю за доклад еще раз спасибо отличный потрясающий доклад напоминаю что вам нужно пожалуйста просканируйте чтобы нам помочь и получить побольше фидбэка оценок и всего прочего это будет полезно и нам и спикеру Иван большое спасибо и ждем вас в дискуссионной зоне мы продолжим общаться на эту тему на тему Kotlin на тему Kotlin DSL его развитие ну и может быть даже про Kotlin X-стерилизейшн чуть-чуть поговорим все-таки да я вот почему-то мы выбрали именно у меня нет в голове почему именно но я помню что там были как какой-то pitfall мы нашли вот-вот а то люди из JetBrains'а посмотрят и скажут потом вот Kotlin рассказывают про Kotlin а откуда это Джексон спасибо еще раз благодарим докладчика